Рыбаки Рыбаки Наверное, всем улыбаются Красные рыбаки, да? Они вам могут подарить письморочку Пожалуйста, кто желает Итак, ребята Обратите внимание на словосочетание Записанное на доске И выполните следующее задание Пользуясь вот этой данной Опорной схемой Определите у слов В этих словосочетаниях Часть речи Итак, работаем Продолжим работу Следующий, ребята Следующий этап Следующая игра у нас Сам за себя Посмотрели все на доске Следующий этап Сам за себя Самый крупный в мире Чей-то Живет На островах Тихого океана И так Самый крупный черепах Живет на островах Тихого океана Чтобы узнать название Этих черепах Вам нужно решить примеры И отгадать Лена, каждый сам за себя Так, нужно выполнить указанные действия И буквы соответствующие ответам Вам нужно найти вот здесь вот Так, и из букв, которые соответствуют ответам И через буквы складываете название Телепах Проверим И проверим А какого внимание У вашей данной Обладает такая задача Нужно досчитать до 30 Начиная от права И при этом Вместо чисел 3 Вместо чисел 3 И чисел кратер в 3 Нужно произносить А это я Так, пожалуйста, чтобы не было обиды Паша бегает Прячь в правой руке Так, кто отгадывает, тот начинает Пожалуйста Какой пеню? Пожалуйста Какой? Правильно Пожалуйста, Маша Твое счастье Так, итак 1, 2, 1 Продолжай запрессивить Пожалуйста, Маша Сколей 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5 1, 2, 1 Маша Маша, да? Да, мне это было огромное, скажем, так? Так, пожалуйста Проба была Пожалуйста, Маша Сначала 1, 2, 1, 2, 1 4, 5 Ай-Ди-Я 7, 8 Ай-Ди-Я 10, 11 Ай-Ди-Я 13, 14 Ай-Ди-Я 16, 17 Ай-Ди-Я 19, 20 Ай-Ди-Я 22, 23 Ай-Ди-Я 25, 26 Ай-Ди-Я 28, 29 Ай-Ди-Я Альбаша, молодец Послушайте Грамматическую сказку Корень Давно это было На одной волшебной полянке Поселились корни Они обладали удивительной способностью Разрастаться Когда они разрастались Образовывались новые слова Веточки А так как они были Детьми одного корня папы Их и стали называть Однокоренными Или родственными Общую, главную часть С тех пор и стали называть Корнем Итак, задание Посмотрите на наше дерево И составьте Как можно больше Однокоренных Родственных слов Наш корень САД Ваше предложение, Юля САДИК Посмотрим Корень САД Веточка ИК САДИК Лена САДОВНИК Молодец Есть такое слово Получается Вова САДОГ Так САДОГ Не совсем правильная форма Кто может быть поправит Вову? Как можно назвать Небольшой сад? САДОГ САДОГ Сережа, спасибо Молодец Женя РАСАДОГ РАСАДОГ Хорошо Еще Юля Высадка Высадка растений Дина Посадка Так, Лена САДОГ Уже это было слово Пожалуйста Артем Высадка Такое слово тоже было Дети, будьте внимательны Нужно приводить примеры таких слов Какие еще у нас не появлялись Оля В предыдущих уроках Мы путешествовали с вами по городам России Отгадывая РЕБУСы и КАСФОРДы Числа сегодняшнего РЕБУСа Дадут вам название очередного города Какого? Какого, Женя Исакин? РАСТОГ РАСТОГ Правильно Посмотрите на эти числа Что общего вы видите в них? Таня Общее то, что все эти числа четные Правильно А чем они отличаются? Катя Что сорок двухзначное число Сто трехзначное Два однозначные Хорошо А теперь, что знаете про число сорок Скажите Что вы про него знаете, Андрей? Мы знаем то, что в числе сорок Четыре десятка и ноль единиц Еще что, Эля? Что сорок Сто сорок двухзначное число Правильно Назовите предыдущее число к нему Женя Предыдущее число тридцать дней Так А последующее число, Андрей? Последующее число сорок один Нехорошо А при умножении каких чисел Получается число сорок? Илюша Пятью восемь Оля Сорок умножить на один Хорошо Наташа Двадцать умножить на два Что еще, Катя? Пятью умножить на десять Хорошо Итак Узнали название города А как называли число сорок Повторили таблицу умножения И теперь переходим к новой теме нашего урока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok